Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня я готовлю очень вкусный летний малиновый пирог безе. Для этого мне понадобится мука, добавляю чайную ложку разрыхлителя, слегка это все размешаю и отправляю следом маргарин, либо сливочное масло. Добавляю полстакана сахара и два желтка. И теперь из этих продуктов замешиваю мягкое и эластичное тесто. Тесто постепенно начинает собираться в один общий комок, образуя однородную массу. Если же тесто не собирается в один общий комок, можно добавить 2 столовые ложки молока. Вот такое по консистенции получилось тесто. Скатаю его в один общий шарик, мне так удобнее будет его замораживать. Заверну пищевой пленкой и отправлю в холодильник ровно на полчаса, либо в морозильную камеру, чтобы полчаса оно хорошо отлежалось и отдохнуло. Тем временем, пока мое тесто будет отлеживаться в морозилке, я подготовлю безе. Для этого мне понадобится 2 белка, оставшиеся от 2 яиц. 2 желтка у меня ушли в тесто, а 2 белка мне необходимо взбить в безе. Плотную, устойчивую, густую массу. Добавляю полстакана сахара и продолжаю взбивать. Белки необходимо взбить до плотных, устойчивых пиков. Ну вот, пожалуй, все. Масса у меня получилась очень плотной, густой. Посмотрите, какая она. Добавляю 2 чайные ложки с горкой крахмала. И продолжаю все аккуратно взбивать в течение 2-3 минут, чтобы крахмал хорошо разошелся в белках. Белки пока отставлю в сторону и буду заниматься тестом. В качестве формы у меня будет использоваться обычное кольцо. Диаметр моего кольца 20 см. На данное количество продуктов я не советую брать большего диаметра форму. Подойдет либо 18, либо 20 см. Из теста необходимо сформировать донышки и бортики. Я это делаю руками, растягивая тесто по дну формы, формируя тем самым бортики. Высота моих бортиков около 4 см. Ну и в таком виде я отправляю свою заготовочку в хорошо разогретую духовку при 200 градусах. Выпекаться ровно на 15 минут. Выпекался мой корж ровно 15 минут. Он достаточно хорошо поднялся, стал воздушным и пышным. И теперь я подготовлю начинку. В качестве начинки я буду использовать ягоды малины. И совсем немного мне попалась смородина, поэтому я решила ее добавить сюда же. Белковую массу необходимо аккуратно размешать с ягодами, с малиной. Сильно долго вымешивать я не советую. Это надо сделать побыстрее, чтобы малина не успела дать свой сок. И буду перекладывать малиновое безе в форму. Перекладываю малиновое безе в форму, заполняя форму до поверхности бортиков. Разровняю безе по поверхности. Это удобно делать как с помощью ложки, так и с помощью лопатки. И отправляю в таком виде пирог в духовку. При 200 градусах в духовку я не выключала. Выпекаться ровно на 15 минут, пока безе не схватится красивой румяной корочкой. После выпечки необходимо дать пирогу полностью остыть и только после этого вынимать его из формы. Посмотрите, какой он получился красивый, воздушный и по-настоящему летний. Одного кусочка такого пирога будет точно мало, поверьте. У этого пирога невероятно легкая, воздушная текстура, ароматная ягодная нотка и очень рассыпчатое, приятное песочное тесто. Готовить такой пирог легко и просто. И такой пирог будет настоящим украшением как праздничного, так и буднего стола. Ну а я буду с вами прощаться и говорю спасибо всем, кто был со мной. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного аппетита. Всего хорошего и до новых встреч. Готовьте всегда с удовольствием.